На городских маршрутах номера 26, 63 и 66 увеличены интервалы из-за ДТП стороннего транспорта. В Самаре автомобилист сбил мотоциклиста. Напротив дома номер 109 по улице Революционный 53-летний мужчина, управляя автомобилем Киа, столкнулся с мотоциклом под управлением 33-летнего водителя, который двигался ему навстречу. В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован. В амбулаторный центр Самарской поликлиники номер 6 поступили почти 60 единиц нового оборудования и мебели. Среди них 12 физиотерапевтических аппаратов и 10 тренажеров. Современное оборудование позволяет повысить качество реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями после инсультов, инфарктов, стентирования, операций и травм позвоночника. САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 23.30 12 сентября солнечная активность резко возрастет с безопасных 3 баллов до 6. Это продлится до 18.00 13 сентября. Следующая четырехбальная буря начнется в 6 утра 14 сентября. Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей «Учитель». Тираж составил 1 миллион штук. Монета будет законным средством платежа на территории России. Ее обязаны принимать для оплаты без ограничений. Чипсы из морских водорослей могут стать хорошей заменой традиционным снекам. В них содержится много йода и витамина С. Они улучшают пищеварение и способствуют увлажнению кожи. Водоросли богаты антиоксидантами и могут помочь снизить уровень холестерина. При выборе скраба для кожи химик-косметолог рекомендовала использовать продукты с гранулами ЖЖБА. Они обеспечивают мягкое отшелушивание ороговевших клеток кожи. В составе средства должны быть увлажняющие масла и витамины. Скрабы лучше выбирать в тюбиках. Это обеспечит более гигиеничное использование средства.